приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео расскажу вам про акцию которая начинается 11 октября в 12 00 мск и заканчивается 20 октября в 12 00 мск называется это чудо-юдо флаги осени последовательные наборы у нас есть 10 дней для того чтобы поучаствовать или не поучаствовать как тут написано товары из цепочки по самым выгодным ценам их можно получить приобретая один за другим кстати но некоторые товары скидка доходит до 100 процентов то ты шо только до этих 100 процентов надо уже потратить золото не смущает как это сто процентов скидка ты же должен потратиться чтобы туда доползти на кого это рассчитано на танкистов но слава богу у разрабов целая игра с танкистами все это чудо-юдо будет находиться в специальном разделе в магазине в игре марафон осенних товаров тут можно будет получить расходники резервики дни прямо серебро 3d стиль 2d стиль коробки пук воина 3d стиль кстати прикольный он у меня есть называется аврора для бизонта c45 сожалению бизонта c45 не самый актуальный прям танк и даже если вы получите это 3d стиль вам нужно чтобы у вас этот танк был чтобы его туда напялить иначе зачем тогда у вас он есть или это байт типа стиль получил купи тогда уже и танк и в самом конце когда уже просрете 23 косаря золото вам с огромнейшей скидкой дадут возможность купить тс-5 и 2d стиль флаг осени кстати 2d стиль флаг осени выглядит вроде как прикольно лично на мой вкус но просрать 23 тысячи золота чтобы получить 2d стиль это занятие только для коллекционеров прошлый раз подобное событие нас байтила на то чтобы за двадцать две или три тысячи золота купить в два раза дороже прям танк в этот раз все очень похоже на то же самое я бы не сказал бы что танк самый ужасный плохой танк тс-5 не является актуальным не является метовым и многие вообще его недолюбливают если посмотреть по статистике то среди pt-8 это танчик ближе к середине чем к верху но не в самом конце есть конечно уродцы пострашнее это не самый страшный урод проблемы тс-5 следующие пушка у него плохо опускается лючок на рубке не дает реализовать броню также этот танк не назвать быстрым не самая лучшая точность но хорошая стабилизация пробитие дпм альфа 400 тут все в порядке если посмотреть историю этого танка в нашей игре то он появился у нас в 2019 году и этот танк можно было получить в события охота по-американски то есть этот танчик много лет назад появился в игре и сразу же его можно было получить в марафоне бесплатно после этого его еще миллион раз продавали везде запихивали где только можно новым этот танк не назовешь его не а поле никак не изменяли он просто в игре почти пять лет пробыл и за эти пять лет очень много танков апнули добавили новых веток имбовых танков прям танков и всего остального а этот танчик просто был и каждый раз когда добавляют новый имбовый танчик или какой-нибудь апают то этому танку становится тяжелее поскольку конкуренции больше и он потихоньку спускается вниз что логично и чем дальше тем ситуация для этого танка все прискорбнее и уже все чаще и чаще можно найти мнение танкистов что это танчик им уже не особо то нравится не так давно буквально пару лет назад я кайфовал с этого танка три отметки на нем набивал аж два раза первый раз это было прям вообще вау классно второй раз меня уже тошнило с него лючок на рубке все пробивают очень дружно и четко и часто играть на нем больно карты перекопанные найти место чтобы пострелять без уэнов тяжело бои быстрые а танк быстрее не стал игра ускорилась а танчик на месте как был так и есть его никто не apple и вот это вот не самые первые свежести на пытаются впарить за 23 косаря золота примерно я бы честно говоря себе его не купил даже за 11000 золота и в целом я и бесплатно не он сейчас играл дебы не стал имея остальные какие-то танчики 8 уровня премиум на я бы лучше поиграл на них особенно я поскольку у меня есть сильные танки 8 уровня зачем мне играть на этом который но не сказать что прям плохой есть еще танки чуть хуже но их не так уж много на самом деле давайте в целом посмотрим чё за товары у нас есть в этой цепочке зозоита и мы убедимся что тут в принципе то ничего важного нужного или интересного нет первое что мы видим это резервики за 99 золота что принципе то смешно как они продаются за 300 золота со скидкой в 67 процентов я не понимаю потом бесплатно один день према который нафиг не нужен по сути потом за 200 золота нам продают по три расходника ремки аптечки огнетушитель это вообще что за цена 200 золота за фигню какую-то и потом 250 тысяч кредит за 300 золота это типа скидка 52 процента эти 250 тысяч кредитов фармятся за пару боев даже не сильно хороших потом нам дают опять четыре резерва на опыт за 400 золота это еще за цены вообще и чуть ли не единственное что тут нужно это вот дальше резервы на кредиты 6 штук за 600 золота это окей это мне нравится но все остальное это просто мусор за кучу золота потом опять брошюрки для экипажа которые можно за серебро покупать тут продают за 800 голды три бумажки и кстати и по акциям периодически дают и в боевом пропуске тут нам за 800 голды и дают типа скидка какой-то 2d стиль бесплатно потом дают хотя 2d стиле в игре полным-полно их раздают направо и налево потом 500 кредитов за 829 голды 500 кредитов за несколько боев можно формануть зачем нам за 800 голды эти кредиты я не знаю потом 11 резервов на опыт зачем нам за 1300 голды это фигня у меня допустим вообще все ветки прокачаны может это для тех у кого пустые аккаунты новички какие-то которые в игре они вообще есть ну наверное есть видимо раз такую фигню суют сюда мне лично вообще непонятно зачем эти резервы на опыт при том что их и так везде суют потом нам 30 дней прямо пихают за 1600 голды да это типа не 2 500 голды как обычно стоит месяц прямо это типа скидка но если вы донатить если вы покупали коробки то на новый год или еще когда-то у вас этого прям аккаунта может быть так много что вам бы хотелось куда-то слить этот прям аккаунт то есть мы видим что эта цепочка для тех кто как будто бы впервые донатит то есть у нас донат для тех кто впервые донатит а кто это вообще такие люди вообще в игре есть если в игру играют в основном старички как будто бы эти награды за золото не для тех кто в основном пользуются покупками в этой игре какой-то странный набор вообще для кого это те самые новички о которые говорят что там по 100 тысяч в месяц приходит это видимо для них все сделано не для нас не для целевой аудитории поскольку в основном у целевой аудитории вот этого всего навалом что серебра что 2d стилей что брошюрок что каких-то там расходников это все чепухи у всех навалом а у донатеров которые покупают коробки на новый год дофига прям дней который тут тоже зачем-то запихнули и сюда еще засунули потом за 1900 голды по 15 расходников ремок аптечек огнетушителей за 1900 голды вы представляете какую-то чепуху вообще не нужно и после этого за 2 200 голды 11 коробок пук воина а я вам напомню что в коробках пук воина с шансом один процент могут выпасть защитник который не первой свежести уже мало кому нужен компанзер прототип 68 п который ну не зашел вообще никак такой себе танк на канале должны быть стримы я на нем катался вам показывал танк ну хрень еще то объект 259 а который даже разрабы признали провальным потому что он вышел хуже чем даже они хотели в за 113 2 это просто такой шлак что даже топ стримеры у них язык не повернулся сказать что это что-то нормальное т95 едва вот это вообще не до танк худший из всех которые тут я перечислил хотя и остальные похвалить не за что и сэндлок лтшка которая особо звезд с неба не хватает ни одного прям супер интересного танка тут нету тут пару танков в балансе нормальных есть и пару танков полный шлак если вы старый игрок у вас много прям танков вам тут вообще ничего не надо если у вас реально пустой аккаунт то пару танков здесь можно взять поиграть на защитники там с трудом можно поиграть на компанзер проект 68 там с трудом с кемпы чуть-чуть можно поковырять урон но остальные танки даже но играть особо не хочется но если скилла много можно немножко на сэндлоке понагибать вся короче ну тут даже хорошими танками не пахнет потом нам дают 5 коробок на халяву обалдеть только чтобы до этих 5 коробок на халяву дайте нам надо уже много тысяч голды просрать и потом опять лям 250 кредитов которые можно за часик-другой на фармить спокойно в игре на прям танчиках если они у вас есть а если есть резервы а если есть еще и клановые то это вообще жесть и потом за 3 200 голды дают вам на не самый актуальный свежий прим танчик 3d стиль аврора на бизонты c45 обалдеть стиль конечно классный но вообще бизонты когда последний раз видели на нем реально играть нелегко от башни в рельефе да но пушка конечно кривущая но опять же это 3d стиль на танк который у вас должен быть чтобы вы его куда-то повесили а если у вас его нет то что очень странный набор товаров который тут предлагается ощущение что крайне тяжело вообще найти человека кому вот это вот все надо реально только если у вас реально пустой аккаунт просто пусто тогда вам что-то из этого может пригодиться потом опять эти универсальные брошюры за 3 500 голды боже две штуки обалдеть это два раза в экипаж классный там пару перков качнуть и все это за 3 500 голды и в конце за 4400 ts5 с 2d стилем флаги осени это примерно в сумме вроде бы выходит 23000 голды точно там я не высчитывал мне это не сильно интересно вот это вот вся хрень из которой нужного почти ничего нет на мой взгляд но это наличие на мой взгляд как для старого игрока тут ничего полезного нет кроме резервов на серебро а по сути все остальное все не интересного абсолютно если вы покупаете коробки на новый год тут вам вообще ничего не надо это реально товары для новичков глупеньких но судя по товарам я думаю что их считают за глупеньких чтобы они купили вот это вот второсортное несвежие за кучи голды поскольку люди которые давно в игре они сразу понимают что тут ничего им не надо почему нельзя в эту цепочку товаров добавить что-то что может заинтересовать старых игроков наверное потому что как и в прошлый раз после вот этого события в продажу добавят что-то интересное а тот кто это купит но будет чувствовать себя как обычно лохом я могут прийти только к таким выводам свое мнение можете написать в комментариях я считаю что эта цепочка товаров не имеет в себе нужных интересных товаров почти не для кого сам бы варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока